Добрый день! На часах 13.05. А это значит, что пришло время универсального формата. Вас приветствует Юлия Север. Вы смотрите нас в прямом эфире. 202 11 22. Не забывайте от номера телефона, потому что он поможет стать участником нашего эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, передавайте приветы. Ну и ждите, конечно, розыгрыша призов. Сегодня удивим вас очень интересным подарком. Это будет предпоказно. Один очень интересный фильм. Какой расскажут чуть-чуть попозже. Ждите обязательно. Что ж, Самара тот город, где никогда не бывает скучно провести здесь свой отпуск. Мне кажется, желают очень многие, потому что различные фестивали, конкурсы, какие-то интересные события просто преследуют. Каждую неделю точно состоятся. Вот совсем скоро состоится очень интересное мероприятие. Это фестиваль-пикник Орловский бал в Рождественном. Что же за баллы? Какие интересные гости ожидаются? Как на него попасть? Ну и, собственно говоря, почему именно Рождественное выбрало место проведения этого балла, узнаем сегодня из нашего эфира. Расскажутся, конечно же, гости. Давайте представлю вам их. Это Елена Чернова, директор историко-краеведческого музея имени Юшкина Волжского района. Здравствуйте, Самарская область. Здравствуйте. Ну и рядышком расположится руководитель бального движения «Империя» Сергей Болдырев. Правильно? Фамилия ударение, все верно? Что ж, спасибо вам, что пришли к нам в эфир. Я думаю, сегодня удивим гостей интересной информацией, потому что, когда я лично читала о вашем фестивале, о вашем бале, ну, не знаю, меня пока все поразило. Очень много интересного. Целый день, я так понимаю, насыщенная программа. Рассказывайте, когда состоится? Ну, наш фестиваль состоится в это уже воскресенье, 26 июня, и не случайно действительно в селе Рождествено. Потому что село Рождествено, это, наверное, такая одна из самых изюминок нашей Самарской области и, наверное, всей России. Потому что это одно из сел, такое крупнейшее село, которое находится на территории Самарской Луки. И по времени оно считается основано даже раньше, чем Самара, раньше, чем наш город. Но и оно исторически очень интересное. Почему наш фестиваль называется «Летний Орловский бал в Рождествено». То есть не случайный такой намек, потому что территория Самарской Луки была когда-то передана Екатериной II всем братьям Орловым. Не только своему фавориту Григорию, как, наверное, главному другу и советчику, тому, кто ее поддерживал, но и действительно всей семье Орловых. И Самарская Лука стала таким как бы центром развития Орловского имения, центром развития вообще культуры на тот момент. И село Рождествено с окрестностями, потому что там несколько еще маленьких сел, Шелихметь, Новинки, Выползово, Торновое, Подгоры. Все это села, которые когда-то были заселены именно крестьянами самих Орловых. У нас есть фотографии известных личностей, которые так или иначе наложились в отпечаток на наших местах. Давайте посмотрим, вы как-то прокомментируете. Ну вот это уже более поздняя история, потому что после того, как Орловы владели имением с конца 19 века, прошу прощения, имение Рождественское приобретается очень известным купцом в России, основателем, одним из основателей чайной торговли, это Семеном Губкиным для своей любимой дочери. И вот уже тогда приходит новая история Рождествено. Вот это вот часть этих фотографий. Я понимаю, что не случайно здесь Шишкин, потому что он был другом Ушковых. Ну и самый расцвет, наверное, вот последние годы, последние 20 лет перед советской властью, расцвет именно при Михаиле Ушкове. Это вот часть построек, которые на сегодняшний момент сохранились в Рождествено. Мы их делим на две части. Это те построек, которые сохранились от периода владения Орловыми, а в первую очередь дочерью младшего из Орлов, Владимира Орлова Екатерины Новосельцевой. И вторая часть построек, это постройки, как раз уже построенные в последний третий XIX века и в самом начале XX, это постройки уже при Купцах Ушковых. Вот такие вот очень интересные старейшие здания, которые мы тоже сейчас можем видеть. Это и хозяйственные постройки, уникальная вот эта башня, которая всегда привлекает внимание, это не что иное, как водонапорная башня. Это конюшенные сараи, это винокуренный завод, который построен в 1896 году. А это как раз вот то самое замечательное, наверное, одно из старейших зданий. Здание, построенное при Екатерине Владимировне Новосельцевой для конторы управляющего. Потому что нет подтвержденных сведений, что она сама лично часто бывала в Рождествено. Как бы вот, к несчастью, нет таких документов, что прям вот она там проживала очень долго. Но бывать, видимо, все-таки предполагается, бывало. Но управляющий жил постоянно. И по ее желанию, по ее распоряжениям очень много было сделано вот для Рождествено, в первую очередь для крестьян, которые жили вот на этих землях. Поэтому там была и больница, поэтому при ней была построена новая церковь, храм, который вот сегодня возрожден в Рождествено. И многое чего, каких хозяйственных дел, так скажем, опосредованно ей управляемых, было сделано для этой территории. Елена, ну, место действительно знаковое, место историческое. Не зря там проходит именно исторический фестиваль. Немножко о программе расскажите, пожалуйста, что ждет. Ну, потому что действительно сегодня мы увидим и актеров, и героев этого фестиваля. Ну, вот хотя бы так тезис на программе. Ну, и программа, она, конечно же, как бы вот у нас сложилась. И, собственно, и сама идея самого фестиваля, она сложилась как раз из историчности этих мест и из историчности тех людей, которые вот жили там и которые создали, собственно, вот эту славу для Рождествено, о которой, может быть, мы сегодня немножечко забыли. Но нам очень важно как раз вот через фестиваль ее еще больше показать и прорекламировать всем нашим сегодняшним и жителям, и туристам возможным, которые приедут на фестивали и вообще просто приедут рождественно. Чем это важно для нас? Потому что рождественно – это часть нашего Волжского района. Почему историко-краеведческий музей Волжского района и занимается организацией этого фестиваля. А так как и в эпоху Екатерины, ну, одним из, наверное, главных культурных таких вот событий, это были балы, которые постоянно организовывались, и на которых замечательные дамы и кавалеры в прекрасных платьях встречались, проводили свое время. И, естественно, как бы вот конец XIX века, и особенно семья Ушковых, они знамениты тем, что они очень много занимались именно культурной благотворительностью. Константин Ушков спонсировал вместе с Мамонтовым постройку художественного театра. Они финансировали издание нескольких литературных журналов, в которых печатались поэты Серебряного века, и много что еще другого делали. И поэтому программа «Бала», вот именно «Бала», она как раз и складывается из танцев разных эпох. То есть у нас нет как бы вот каких-то жестких таких требований, что будут танцы только одного какого-то периода исторического. Мы как бы пройдемся вот по целому столетию, а может быть даже и больше, для того, чтобы и жителям нашим, и гостям фестиваля показать вот эту красоту «Бала», и с другой стороны будет возможность всем, кто захочет это открытие для себя сделать, поучаствовать. Присоединиться. Поэтому и называется фестиваль-пикник, то есть фестиваль, который проходит на открытом воздухе, на летней площадке, в самом центре села. Он у нас будет проходить на асфальте, то есть не вот в каком-то там усадебном здании, которого нет такого вот большого для проведения фестиваля, как, может быть, нам бы хотелось. В то же время это как раз открытая площадка дает возможность вот всем, кто захочет приехать в Рождественное, либо посмотреть, либо там хоть как бы взгляд бросить, проезжая мимо на велосипеде, что очень популярно в выходные дни для рождественской территории, либо действительно как бы остановиться, постоять очень долго, а в конце концов выйти и потанцевать. Потому что будет очень как бы долгая, насыщенная программа, более чем два часа будет идти сама бальная история. То есть будут танцы, будут танцы-мастер-классы, они будут перемежаться концертными номерами. Естественно, будет как бы сама изюминка, такая вот начало бала. Мы ожидаем приезд Екатерины Второй с Григорием Орловым. Ух ты, вы представляете? Что они именно как бы вот напомнят нам всем и расскажут о том, вот когда это началась история Орловых на Самарской Луке, и откроют наш фестиваль. Сергей, ну я так понимаю, что вы как раз в этой бальной истории примите непосредственно участие. Все верно? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, сколько вообще подвижников сейчас именно бального движения есть? Ну у вас в коллективе сколько занимается человек? Можно как-то посчитать? Посчитать довольно трудно, и даже слово коллектив тут не вполне уместно, поскольку мы не вместились бы, наверное, ни в один зал нашего города, региона, если собрать всех людей, кто сейчас стали увлекаться балами. И знаете, я бы сказал, что последние 3-4 года это настоящая цунами, это волна, которая нарастает, и к счастью, сейчас среди жителей нашего города, среди молодежи особенно, что приятно все больше дам и кавалеров выходят в круг танца, знакомятся с исторической бальной культурой, с ее современным воплощением, собственно, в формате общественных балов, которые мы в самом разном роде и устраиваем. И для меня большая честь и радость быть танцмейстером летнего бала-пикника, поскольку, подобно тому, как это ценный краеведческий проект, чтобы познакомить аудиторию с историческим наследием нашего региона, также это ценный, я бы сказал, воспитательный, культурный проект, чтобы любой человек, любой гость, неважно, молот он, либо он в душе молот, неважно, умеет ли он танцевать, либо никогда в жизни еще об этом просто не знал, чтобы любой человек смог вместе с нами прикоснуться к этой истории и встать в круг танца, и вместе с уже опытными дамами и кавалерами в парах закружиться в вальсе, порезвиться в польке, пройти в полонезе и в разных других танцах. И я уверен, что это будет потрясающий праздник, уверен, что вы спросили, сколько участников в нашем движении, их много тысяч. Много тысяч, и я уверен, что после этого праздника их станет еще гораздо больше. Я очень надеюсь, что после первого пилотного проекта фестиваль станет традицией, и мы сможем через год, в следующие годы уже придумывать самые разные интересные форматы. И я надеюсь, что проект будет только расти и развиваться, и счастлив приложить к этому все усилия. Вы говорите, что каждый может как-то присоединиться. То есть костюмы не обязательно, возможно, в чем есть. Либо все-таки, если целенаправленно ехать на фестиваль, на пикник, то желаете вы, чтобы как-то, ну, хотя бы длинные юбки, скажите. Здесь есть несколько позиций. С одной стороны, слово «бал», конечно, обязывает. Обязывает каждую девушку, женщину быть дамой. Обязывает каждого мужчину быть кавалером. И отчасти это, конечно, отчасти в наряде. Но самое главное, я бы сказал, конечно, это ощущение. То, что под нарядом, то, что в сердце, то, что в голове. Ощущение праздника, ощущение эстетики, ощущение сопричастности к культурному, историческому духу этого места. И этого торжества. Поэтому мы в империи всегда придерживаемся позиции, что бал – это, в первую очередь, ощущение. Это энергетика, это атмосфера, которая может быть исторической, а может быть современной, может быть ультрасовременной, более того. И это абсолютно не мешает любому человеку, от мала до велика, участвовать. Поэтому я уверен, что придет ли гость в наряде, который будет в конкурсе костюмов, придет ли гость с пляжа на велосипеде, быть может. В любом случае мы все в одном круге танца сможем, скажем так, почувствовать себя дамами и кавалерами. Поэтому все границы у нас в головах. И вы верно задали вопрос, это довольно частый блок восприятия людей, кто слышит слово «бал», а вот как это «я пойду на бал» вот прямо сейчас? Это же невозможно. И именно этот блок мы и призваны, я считаю, разрушить подобными проектами, чтобы показать. Бал – это праздник для каждого. Это один из таких девизов, негласных нашего движения. И, к счастью, за последние годы прекрасно удается это реализовывать, поскольку в нашем регионе танцуют все. Танцуют дети, танцуют студенты, танцуют взрослые, самостоятельные люди, сеньоры, пенсионеры. Такую фору могут дать иным танцорам, молодым. И, к счастью, именно в нашем регионе за последние годы, серьезно, это настоящее движение. Я так понимаю, что есть даже уже программа танцевальная, да? Вы что ли, танцы по порядку? С чего откроется, как откроется бал? Ну, совершенно естественно, что бал откроется полонезом. И мне очень хочется сказать вот сейчас уже такое огромное спасибо за поддержку нашей идеи именно танцевальными движениями. Это, в первую очередь, танцевальное движение «Империя». Это клуб исторических танцев «Динамика», руководители которого вы тоже здесь сегодня увидите. И участники танцевального клуба «Свита», с которого, в общем-то, мне кажется, у нас в Самаре началось это бальное движение. Чаще всего вот как бы это все некие мероприятия для избранных, для умеющих танцевать. Вот как мне кажется, может быть, я, конечно, ошибаюсь, вдруг я чего-то не знаю сегодня наше Самаре. Но вот мы впервые выносим это красивое танцевальное действие именно на открытую площадку, когда вот есть возможность у многих жителей. Поэтому я сегодня вот легко приглашаю туда, в Рождествено, в это воскресенье, всех, кто захочет, просто испытать, наверное, два для себя вот таких вот красивых действия. Это переправиться через Волгу, что сделать очень легко и просто. С речного вокзала уходит каждый час Омик. И стоимость переправы очень дешевая, 60 рублей, поэтому практически каждый сможет это сделать, прокатиться. И там буквально 10 минут, и вы на центральной площади села, где будет бал. Поэтому вот все удовольствия в один день, и все замечательно. Кроме того, все мастер-классы, я так понимаю, танцевальные, все бесплатно. Все бесплатно, конечно, конечно. Так что, пожалуйста, дорогие телезрители. То есть танцевальная программа бала полностью бесплатна. А уже там те, кто захочет купить себе какой-то сувенир на память о бале, либо там что-то еще интересное, то, что ему понравится, потому что будет ярмарка обязательно, именно такая сопровождающая бал. Будут развлечения, будут всевозможные мастер-классы, уже рукодельные, будут конкурсы, в которых тоже можно принять участие. Поэтому вот милости просим всех в этот день, кому действительно очень хочется вот этот ощутить, такой вот глоток истории смешанной современности. Принятись, машина времени практически. Омик послужит вам машиной времени. 26 июня. Кстати, в группе ВКонтакте в нашей, в телеканал Самарагис, универсальный формат, можете посмотреть, обязательно появится сегодня ссылочка на ваши события, где вы прочитаете, сможете, всю информацию, если вдруг таковой не найдете, не услышите сегодня в эфире. Так, ну, я предлагаю звать уже следующих гостей, их очень у нас много. Есть ли что-то сказать? Быть может, Сергей, можете позвать от себя? Да, спасибо большое. Я бы хотел добавить, что Баопикник первый, но далеко не крайний, что мы еще много раз сможем пригласить гостей на разнообразные открытые праздники. К примеру, буквально неделю назад в Струковском парке, меньше недели назад, что же в ушедшие выходные, было выступление концертного духового оркестра под руководством Марка Хогана, и также оно сопровождалось танцевальной программой, очень яркой, насыщенной, и подобные выступления повторятся в августе этого года. И, к счастью, сейчас общественных балов, фестивалей и других праздников, где любой желающий человек сможет прийти, полюбоваться на красоту, научиться танцевать, научиться вести себя грамотно в терминах светского этикета. И, в общем, много чего интересного попробовать. На таких праздников все больше. И также в социальных сетях очень легко найти сообщество, бального движения «Империя». И я бы хотел одну очень простую идею постараться пожелать телезрителям, что, господа, я всех вас просто приглашаю на балы. И поверьте, что это настоящая живая сказка. И вы сможете окунуться в нее, независимо от того, будете ли вы в купальнике на велосипеде в Рождестве на 26-го числа. Либо вы решите пошить красивое историческое платье, и тогда уже осенью, зимой, в бальный сезон решите прийти. Либо ваши друзья, дети, знакомые в своем вузе, в своей школе, также услышат слово «бал» и откликнутся. Поверьте, в любом случае это будет настоящая живая сказка. И мы будем рады приглашать вас. И центр информации — это социальные сети. Конечно, например, сообщество бального движения «Империя ВКонтакте». Уже через год, в марте 17-го года, мы повезем исположье бал в герлический зал «Эрмитажа». Это будет российский громадный проект, куда я сразу хотел бы пригласить всех желающих гостей. Представляете, это даже такой масштаб. И поэтому движение растет, это настоящая волна. И я уверен, что скоро и депутаты, и дипломаты, и бизнесмены, и министры нашего региона тоже будут танцевать вместе с нами на балах. Мы уже вплотную к этому подобрались, и я верю, что этой цели тоже достигнем. Вот так вот. А я, конечно, со своей стороны должна пригласить не просто на бал, да не просто от себя, что совершенно естественно, а пригласить всех гостей на бал и от нашей районной администрации, потому что все-таки это территория Волжского района. И на балу гостей встречать будет, вот если мы говорим о министре, будет встречать глава района Александр Ильич Баландин, потому что ему очень интересно в этом участвовать. И администрация активно поддерживает наши такие начинания, наши движения. И поэтому и он, и глава рождественской администрации, Антона Сергеевича Кудеярова, вот они ждут гостей вместе вот с нами, с организаторами фестиваля. И очень хочется надеяться, что из этих гостей будет очень много у нас в рождестве. Так, Елена, ну вы с нами не прощайтесь, потому что вы нам расскажете еще о конкурсной программе, потому что балом, а конкурсы тоже будут присутствовать. Ну и, конечно же, в следующей части мы узнаем о костюмах, как же их пошить, на что равняться. Все это совсем скоро. Я считаю, что нет. Вы читали когда-нибудь описание своего имени? И похоже по характеру на вас? Читал, в чем-то, возможно, похоже. Ну я считаю, что влияет, как назовешь корабль, так и поплывешь, но есть возможность изменить имя корабля. А вот когда некоторые люди меняют имя, это как-то влияет на них, как вы считаете? На них, я думаю, что отчасти, да. Я больше думаю, что гороскоп влияет, а не имя. Почему-то я больше звездам верю, чем именам. Ну изначально заложено было, что имя несет определенный характер и влияет на судьбу человека. А твое имя соответствует твоему характеру? Ну отчасти да. Мне кажется, да. И многие это говорят. Ну типа меня Леонид зовут. Ну там Лев, там все дела. Я вообще трусливый, как зайчик. И не как Лев. Скромный? Ну иногда, да, вообще не как Лев. И зебру не ел никогда. Ну Лариса меня зовут. Это греческое имя. Вот. Ну тянет очень в Грецию. Да нет, ну считается, что Лариса переводится чайка, то есть птица. Это полет, это море. Я очень люблю море. Ну с помощью имени формируется внешность человека. С помощью внешности можно угадать, как того или иного человека зовут. Ой, не знаю. Я, например, вот Татьяна. И действительно у меня судьба не очень хорошо сложилась. Как и святая Татьяна. Влияет. А почему так считаете? Ну как. Ну если оно по святцам должно им быть. Если не по святцам, оно бывает хуже, если. Что ж, дорогие телезрители, для вас мы заготовили вопрос. Ну коли уж мы говорим сегодня о бальной эпохе, да, о балах, то, конечно же, по 19 веку пройдемся. Вопросы связаны так или иначе именно из той эпохи. Кого в России титуловали ваше сиятельство? Князей, баронов или императоров? 202.11.22. Ответив на этот вопрос правильно, вы получите два билета на предпоказ. Самым первым вы увидите фильм «Соседи на тропе войны 2». 22 июня состоится все это в «Киномечте». Поэтому, быть может, если вы знаете 19 век, хорошо, история 19 века, то звоните, обращайтесь, пожалуйста. Ну и, конечно же, задавайте наши вопросы, ваши вопросы нашим сегодняшним гостям. Должна представить нового гостя, который появился у нас за паузу у нас в эфире, Татьяна Гриценко, директор компании «Прокатов и изготовления карнавальных костюмов». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я так понимаю, что все о костюмах, да, и бальной эпохи, но и о других знаете вы. Расскажите, пожалуйста, какие костюмы будут актуальны вот все-таки на этом мероприятии? Ну, я думаю, на этом мероприятии будут актуальны любые исторические костюмы, так как это разные эпохи. Но сегодня мы хотели показать коллекцию, небольшой маленький кусочек коллекции костюмов. Именно Петровской и Екатериновской эпохи. Очень, да. Как шьются костюмы? Скажите, пожалуйста, ну это же не просто так с бухты барах, ты посмотрел какую-то картинку, это наверняка какая-то еще историческая точность? Ну, конечно. Во-первых, у нас есть дизайнер очень грамотный, очень хороший. Прежде чем шить исторический костюм, перелопачиваются горы литературы, находятся выкройки, смотрится крой, тот, который соответствовал именно данной этой эпохи. Подбираются ткани определенные. Понятно, что для проката костюмов немножечко берутся ткани, те, которые могут выдержать многочисленные стирки и все такое прочее. Но, тем не менее, все равно это подбирается именно в таком плане, чтобы соответствовало эпохе, чтобы максимально было приближено. Так, у нас есть звонок от нашего телезрителя, знатока истории. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Маргарита Николаевна. Маргарита Николаевна, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы интересуетесь историей? Как вам 19 век, костюмы, поэзия? Ну, в принципе, я интересуюсь. Интересуетесь. Ну, наверняка знаете ответ на мой вопрос. Кого в России цитуловали ваше сиятельство? Князей, баронов или императоров? Так, мой ответ – князей. Князей. Это действительно верно, потому что баронов, к примеру, называли ваше благородие, а императоров – ваше императорское величество. Все верно. Вы получаете два билета на предпоказ фильма «Соседи на тропе войны 2». С кем пойдете? Расскажите, пожалуйста. Так, ну я, наверное, эти билеты подарю своим плечерям. Да, отлично. Ну что ж, хорошая мама, привет дочкам обязательно. Ну и вас, конечно же, приглашаем на бал. Если вы интересуетесь историей, если ваши дочки интересуются историей красивыми костюмами, то, пожалуйста, приходите. Даже если не поучаствовать, то эстетическое удовольствие получить то, что вы сможете. Так, ну у нас есть несколько моделей, да, которые мы продемонстрируем. Наверняка наши телезрители уже услышали шорох платьев, это не случайно. Потому что, ну давайте девушкам проходим. Рассказывайте, Татьяна, что это за костюм? Так, ну костюмы в данной эпохе, они все предполагали, конечно, это кринолины, это корсеты, это высокие парики. Так, вы проходите, пожалуйста. Вот, как видно, можно одеть и юных леди, и взрослых, то есть, в принципе, для любого возраста костюмы и разных цветов. И, конечно, в исторических костюмах всегда очень, костюмы очень богато украшались, много каменьев, да, подчеркивались. Подчеркивались в стали, да, да. Слушайте, ну как красиво, так или иначе, да, и парики дополняют образ, ну и, конечно же, костюмы. Мне кажется, такое пошить, наверное, своими руками будет очень-очень сложно. Ну, есть, конечно, люди, у нас очень много людей, которые могут очень много делать, и кто-то делает это сам. Ну, если кто не в состоянии это сделать, милости просим прокат, изготовление костюмов. Если кто-то хочет именно вот на этот бал прийти в каком-то костюме, приходите к нам, выберите костюм, будете блистать на этом балке. Так, ну я так понимаю, что как раз будет конкурс, да? Да, конечно, у нас один из конкурсов вокруг бала – это конкурс исторических костюмов. Причем костюмы могут быть разной эпохи. Главное, чтобы они не были шиты, скажем так, высокопрофессиональным мастером. Здесь как раз вот все-таки своя челелая ручка. Здесь желательно, чтобы все-таки как бы шилось самостоятельно. Хотя понятно, что может быть и человек, который шьет самостоятельно дома, быть великолепным мастером. Поэтому у нас есть еще одно условие – это объяснение этого костюма. То есть есть ли у него историческая основа этого костюма, может быть, это образ с какой-то картины, либо образ исторический, описание где-то в литературе найдено и так далее. Вот смотрите, нашла критерии оценки как раз этого конкурса. Это грамотность, оригинальность, яркость образа, сохранение традиционной эпохи, исторической каких-то нюансов. Это аристократичность, артистичность представления. Артистичность представления, конечно. Ну и краткий рассказ. Собственно говоря, как вы сказали, так или иначе, нужна какая-то презентация. Да, то есть не просто одеть на себя костюм, а действительно знать его, что за костюм вы одели и что за костюм вы представляете. Самое главное, что действительно вы старались, готовили его и для бала, и в данном случае для конкурса. Так, как вы приняли участие в конкурсе? Можно ли там зарегистрироваться, либо необходимо какая-то дополнительная регистрация заранее? Возможно ли еще принять участие? Можно принять участие. У нас есть группа ВКонтакте, которая так и называется, фестиваль-пикник, летний Орловский бал в Рождественном, где можно найти всю информацию и о фестивале, и о конкурсах. И там же есть блок документов, то есть есть положение о фестивале, где описаны все конкурсы, потому что их несколько, и есть форма заявок. Но если кто-то решится, что прямо вот только в день фестиваля он принимает решение, что он участвует в конкурсах, он легко может просто подойти в день фестиваля. Начало фестиваля у нас в 11, балл начнется в 12, поэтому всегда есть время успеть попасть в конкурсную программу. Так, но я так понимаю, что не единый конкурс исторического костюма, есть этот конкурс бутоньерок. Расскажите, пожалуйста. Да, мы как-то вот уже пробую проводить фестивали, а вот фестиваль-пикник, летний Орловский бал в Рождественном, для нас, для музея, это второй фестиваль. Мы проводим уже традиционно у себя в Дубовом и Мете, именно там находится музей, этнографический фестиваль, волжские забавы. И вот по опыту проведения фестиваля мы поняли, что как бы одного какого-то центрального действия на фестивале, ну не то, что недостаточно, оно хорошо, но когда есть что-то еще, что дополняет эту фестивальную феерию, это очень замечательно. И самое главное, через конкурс всегда есть возможность человеку, как бы действующему только в одном направлении, принять участие в фестивале и еще присплочить. И поэтому мы в этот раз, как бы вот думая о проведении фестиваля, естественно, думая о Бали, еще и насочиняли определенное количество конкурсов. Причем они как бы действительно все такие достаточно яркие, и в то же время в них может принять участие каждый. Нет возрастных ограничений, нет ограничений по мастерству, поэтому это конкурс. Конкурс бутоньерок, конкурс вееров. Причем это как бы могут быть авторские какие-то работы, могут быть работы, сделанные мастерами декоративно-прикладного творчества, действительно ребятами, школьниками, семьей, там как угодно. Конкурс шляп. Конкурс, у нас он так называется, декоративных композиций, Бальная туфелька. То есть когда туфелька обыгрывается как угодно. То есть у нас есть уже вот одна из заявок, где нам прислали фотографию вот этого будущего экспоната, когда из туфельки растет букет цветов. То есть вот это такая интересная изюминка. И плюс к этому еще и сладкие конкурсы. Ой, сладкие конкурсы, это просто-напросто находка для сроконежек. Это торты, это пирожные, это конфеты. Потому что совершенно естественно, что вот вокруг бала всегда еще и были угощения. Изысканные, яркие, красивые. И очень надеемся, что и здесь у нас тоже будут участники. Мы их ждем. Призы уже готовы. Призы приготовлены нашей районной администрацией на это. И поэтому никто из участников конкурсов не останется без дополнительного удовольствия. Вот так, вот поощрение, да, и в конкурсе принять хочется участие, до себя показать. Ну и, конечно же, какие-то интересные подарочки, тоже все это гарантировано. Кстати говоря о аксессуарах, Татьяна. Ну я так понимаю, что аксессуары тоже имеют немалое значение в образе историческом. Скажите, пожалуйста, шляпы и так далее. Конечно, то есть это и парики, это шляпы, это перчатки, веера. Да, ну очень много всего в более поздней эпохе, это ЭБУА уже использовались. Поэтому это все можно взять, в принципе, тоже можно взять на прокат. Если вдруг, ну не хотите принять участие в конкурсе, но хотите быть в центре внимания, потому что в таком костюме невозможно не привлечь к себе взгляды окружающих. Так что все это возможно, да, какие-то интересные ссоры. Опять же, веер. Ну а кроме этого, то есть прям на балу, то есть можно не брать костюм в прокат, но почувствовать себя в бальной атмосфере, можно хотя бы принять для себя решение, что ты фотографируешься в историческом костюме. Такая вот точка исторической фотографии у нас будет, опять же, вот. Ага, то есть будет какая-то фото-зона, правильно? Фото-зона, да. Где можно будет просто одеть костюм и почувствовать себя действительно участником бала, хотя бы на несколько мгновений фотографии. А какие костюмы там будут представлены, Татьяна? Ну, будут и исторические костюмы представлены, причем это будут костюмы как для взрослых, так и для ребятишек, потому что люди, которые приходят семьями и хотят почувствовать себя в этой атмосфере царской семьей, да, в исторических костюмах могут одеться и на фоне бальной залы такой сфотографироваться, да, сразу получить фотографии, да, могут сфотографироваться и на свои носители, на фотоаппараты или на телефоны. Вот так вот, дорогие телезрители. Ну, просто-напросто программа очень насыщенная, и мастер-классы танцевальные, и, конечно же, какие-то конкурсы, и сладкие конкурсы, да. Кстати, попробовать это можно будет? Конечно, конечно. Вот так вот. Конечно. Для всех найдется какое-то интересное занятие именно для себя, по душе. Что ж, давайте буду задавать вопросы вам, дорогие телезрители. Ну, коли уж мы говорим сегодня о аксессуарах сейчас, да, и костюмах, то вопрос мой следующим образом звучит, как называлась дамская сумочка в XIX веке. Это радикюль, это кофр, либо это кисет. Кисет 202.11.22. Получаем аналогичный приз. Это на предпоказ фильма «Соседи на тропе войны 2» 22 июня. За день до официального показа в киномечте состоится сей событие. Поэтому, если вы любите смотреть все фильмы, ну, самым первым, поэтому, пожалуйста, потом будете рассказывать друзьям, понравилось или нет. Но наверняка все это очень понравится. Пока смотрим небольшой сюжет и встречаем новых гостей в студии. Красочно, очень интересно будет. Самария, ну, я считаю, да, это достаточно такой крупный город и достаточно ярко провести отпуск можно. В основном это за счет Волги, потому что это такая большая река, на нем можно там и скутер покататься, и что-то еще, и поплавать. Ну, также создаются множество таких фирм в нашем городе, которые именно этим и занимаются насчет отпуска. Дело в том, что просто я не работаю, поэтому для меня слово отпуска как такового не существует. Поэтому не могу ответить на этот вопрос. На самом деле это все зависит от компании, я считаю. Потому что я, конечно, не была ни разу в городе все три месяца, но, пожалуй, мне кажется, нет. У нас нет достойного такого времяпровождения для взрослых людей. В Самаре можно. Есть места хорошие, я считаю, за Волгой. За Волгой можно там очень хорошо отдохнуть. И природа хорошая. Вот, на Волгу выходите, отличный отдых. Конечно, можно отдохнуть. Да, конечно, у нас прекрасные места, не только набережная. Вот, сейчас вот шли, буквально только об этом вспоминали. Мы каждый год ездим на Васильевские острова с друзьями, на рыбалку. Отдых шикарный, там вообще природа изумительная просто. Ну, и Самарская у Лука и так далее. У нас очень много прекрасных мест, ездить не обязательно никуда. Ну, я считаю, лучше в Самаре отдыхать в родном городе. Хоть на набережной, хоть где. По старому городу пройтись тоже неплохо. У нас очень много красивых мест. Вообще, наша Самарская область, мне кажется, вообще и Волга, на Волге очень красиво. И леса, и турбазы, и санатория. Да, я считаю, что необязательно выезжать куда-то, можно отдохнуть здесь. Ну, с этими словами поспорить нельзя. Действительно, необязательно куда-то ехать, чтобы интересно провести время у нас в Самаре. Потому что очень много конкурсов в фестивале. Как раз об одном из них говорим сегодня в прямом эфире. Орловский балл в Рождестве, например, 26 июня. Всех приглашаем, конечно же. У нас есть звонок, кстати, от нашего телезрителя. Давайте примем его. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Вера Ивановна. Вера Ивановна. И мой ответ – ридикюль. Ага. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Но, может, я вам задам вопрос. Я еще не пиковая дама, но уже старая барыня. Вот скорая помощь будет там во время вот этих мероприятий. Хорошо. Как 7 лет человек переедет на эту сторону. Обратно есть возможность меня доставить? Хорошо, Вера Ивановна, спасибо вам большое. Ну, я, конечно же, вам засчитываю ответ. Ридикюль называется «Дамская сумочка» в 19 веке. Ну, и до сих пор, да, мы называем иногда наши дамские сумочки так. Вас поздравляю. Два билета в кино достаются именно вам. Обязательно после эфира вам расскажем, как забрать. Быть может, кому-нибудь опять передадите, подарите. Ну, и отвечая на ваш вопрос, вот нам Елена, да, за эфиром говорит, то, что, конечно же, будет скорая помощь. Конечно же, будет какая-то медицинская, ну, так или иначе, помощь. Ну, и милиция, полиция, все будет. Так что за свою безопасность ни в коем случае не волнуйтесь. Если хотите посмотреть на все это интересное событие, пожалуйста, отправляйтесь рождественно. Как уже сказали, каждый час ходят туда-обратно омики. Поэтому не забывайте, конечно же, шляпы, потому что жарко. Какой-то, может быть, зонтик, который тоже, кстати, будет актуален, наверное, на этом мероприятии. Потому что все равно больные девушки так или иначе избегали какого-то особого загара. Так ведь, да, кстати говоря? Да, конечно. Это было, считалось дурным тоном иметь какой-то оливковый оттенок кожи. Потому что в те времена загорали только те, кто работал на полях. Это вот именно был признак того, что ты работаешь, трудишься, а не принадлежишь к светскому сословию. Так, ну вот эту даму в великолепнейшем платье зовут у нас Ксения Редькина, руководитель клуба исторических танцев «Динамика». Рядом с ней расположился ее супруг, кавалер Николай Редькин, аналогично руководитель танцев. Вместе возглавляете этот танцевальный, этот клуб. Ну и рядом расположилась Елена Садовьева, руководитель клуба историко-бытового танца «Свита». Как раз вот, как сказала Елена, да, организатор этого мероприятия, то, что, ну, можно сказать, что с вас началась точка отчета бальной культуры у нас в Самаре. Согласна, кстати, говорить с этим, Елена? Безусловно. Безусловно. Через полгода будет 20 лет, как я занимаюсь историко-бытовыми танцами в нашей области. А с чего все началось? Почему именно историко-бытовыми? Да, танцевальная культура в Самаре, ну, очень-очень разнообразна. Многие хотят, многие сейчас танцуют. Но вот как-то историко-бытовые танцы, почему именно туда углубились? Потому что это не только балы, и это не только танцы. Это целый блок. Здесь и история, и история костюма, история взаимоотношений, здесь и политика. Как раз видим, да, фотографии с ваших балов, с участием. Да, у нас проходят балы и мероприятия для разной аудитории. Вот у нас был бал в замке Гарибальди, это жемчужина нашей области. Мы устраиваем и пикники, и тематические встречи, и светские рауты, как это было принято в кругу дворянства. И фестивали, куда приезжают очень много гостей из других городов. Это вот тематический бал, посвященный этому году, году советского кино, и мы не могли пройти мимо. Такой даты, да, оно такое интересное. Приурочили год, очень интересный год российского кино, и действительно много интересных предприятий в нашем городе посвящено именно российскому кино. Так, давайте рассказывать, насколько вы задействованы в организации мероприятия, ну не только, как гости этого события, но так или иначе какая-то часть ответственности легла на вас. Правильно я понимаю? Конечно, мы занимаемся именно танцевальной частью мероприятия, центральным проектом, это бал, мы, соответственно, составляли программу этого балла, и будем проводить мастер-классы, которые вот уже в предыдущих частях были заявлены. Вот, то есть каждый человек, который даже никогда не танцевал, и он может принять участие, все танцы, блокы мастер-классов будут доступны, абсолютно предельно доступны для любого обывателя. Вот, также будут интересные танцы, которые достаточно уже сложно будет разобрать на месте, но их будут исполнять уже ребята, которые достаточно долго занимаются. То есть это будет как показательное выступление, я так понимаю? Ну да, это будут танцы для тех, кто уже как бы умеет танцевать, чтобы им тоже было интересно принять участие, потому что, как Сергей сказал, очень много ребят занимается, очень долго занимается, и, конечно, хотелось вот этим мероприятием объединить всех, и тех, кто уже давно занимается, и показать, что это очень все доступно. Поэтому будет и часть танцев, которые, назовем их сложными танцами, которые требуют подготовки, и будут мастер-классы с очень простыми танцами, но, тем не менее, не менее интересными. Мы их все любим. Подбирался именно такой список танцев, любимых танцев, которые вот всегда все рады исполнить, несмотря на их уровень сложности. Николай, хочу обращиться к вам. Скажите, пожалуйста, обязательно ли приезжать парами? Потому что так или иначе бальные танцы подразумевают какой-то парный контакт. Скажите, пожалуйста, так ли это? Либо, можно, одиночек тоже принимаете? Ну, на самом деле, если рассмотреть исторически, всегда кавалеров не хватало. И в какой-то момент стало незазорным на баллах танцевать дамя с дамой. Конечно, любая дама старается потанцевать с кавалером, то есть привлечь внимание к кавалера, но, тем не менее, чтобы приехать потанцевать на баллу, не обязательно иметь пару. Более того, там, если я не ошибаюсь, даже будет несколько танцев, где один кавалер танцует с двумя дамами. То есть это такие интересные танцы, где дам должно быть все-таки немножко больше, а то кавалеры будут просто простаивать. Ну и все желающие пусть приезжают, и даже кто сейчас еще сомневается, пусть приезжают, потому что это будет действительно интересно. И главное, не бояться встать в круг, потому что танцы очень простые. Мы не будем давать сложную технику, мы дадим на самых простых шагах, так, чтобы все могли потанцевать и получить удовольствие. Я от себя хочу добавить, что не только, как бы, не стоит, вот если у меня нет пары, то я, значит, на бал не пойду. Более того, исторически верно, то есть кавалер не может танцевать с одной дамой на балу более трех танцев. Поэтому, как бы, вот именно такого, что мы пришли в паре, и мы только танцуем парой, такого нету совсем. Более того, в процессе танца существуют танцы с переходом, когда вы меняетесь, то есть кавалеры переходят к следующей даме. Поэтому это совсем не означает, что вы пригласили какую-то даму, и вы с ней весь танец танцуете. Хорошо. Так, ну я не могу не спросить о ваших костюмах, ну и вообще, наверняка, о ваших клубах, так или иначе. Как вы уже сказали, да, как сказали нам Елена, что исторические танцы – это не только танцы, так? Скажите, ваш костюм. Какой эпохи кто создал? Быть может, не знаю, в сундучке нашли? Нет, мой костюм – это эпоха модерна, начало 20 века. Этот период просуществовал до войны, то есть примерно 10-12 года, когда дамы уже выходят на политическую арену, становятся более раскованные. Снимаем другие корсеты, избавляемся от чопранных сложных танцев. Это эпоха рэк-тайма. У нас в моде фокстроты, кей-кок, то есть легкие танцы. И мода этого периода была, ну, просто сумасшедшая. Когда смотришь на костюмы в музее, очень хочется сказать, что мода этого периода – это в чем-то пицца в моде. Все, что нашлось за кромах у партнихи, крепилось на манекен, кусочки меха, кружева, бусин, в немыслимом образом это пришивалось и с радостью носилось. И получалось красиво. Я слепилась с того, что было, а получилось все очень-очень. Это безумный период, безумно интересный, безумно красивый. Ксения, ну, буквально в нескольких секундах, скажите просто о своем костюме. Мое платье – это эпоха середины XIX века, это эпоха кринолинов. Соответственно, у меня, в отличие от Елены, жесткий корсет. Все очень парадно. И, ну, конкретно это платье, идея этого платья была взята после просмотра фильма «Идиот». Там главная героиня Настасья Филипповна в кадре появлялась именно в подобном платье. Но кавалер соответствует по эпохе, да? Да, конечно. Кавалер – это тоже фраг, это середина XIX века. Да, Николай, все верно? Абсолютно верно. Середина XIX века и XX века для кавалера основной одежды является фраг. И, по сути, основной цвет становится черным. У кавалера практически нет аксессуаров. То есть это есть, например, заколка или… Ну, я думаю, о моде костюмов, да, о моде XIX века мы тоже сможем познакомиться на фестивале. 26 июня. Приезжайте все в Рождественное. Будет очень интересно. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова